дорогие друзья с вами видео санта я покью game шучу конечно же шучу всем привет дорогие друзья сегодняшнее видео будет посвящено в первую очередь в конце сразу анонсик делаю в конце видео вы посмотрите розыгрыш мышки x7 вот сегодня 22 12 как я обещал ровно через месяц мы с вами разыграем мышку на том видео очень много комментариев очень много людей сделали условия задания и обязательно будет розыгрыш мышечки а сейчас ребятки я хочу с вами поговорить немножко о другом все мы знаем что в любой локации можно выращивать вот такие сыры сыродельня на сыродельне можно делать можно выращивать как сыр для кулинарии так и грузы сыра народ вот выращивает в саванне грузы сыра везут винистру и винистре получается пытается это все дело продать за 19 голды за пак но не там то было не там то было ребята как вы помните у меня была фермочка в ну и маре теперь я даже немножко об этом жалею что я не проследил для начала для начала ребята если вы хотите заниматься какими-то паками именно каким-то видов видом паков проследите во время перемирия если сдача паков у вас предстоит в военной зоне проследите в мирку до скольки сбивают цену на этот пак потому что мы вот с ребятами кинулись не посмотрев кинулись не посмотрев до скольки сбивает на груз сыра цену а сбивает его до 80 процентов вот если сейчас допустим в винистре война вернее саванны министра если сейчас винистре война люди винвизи там по одному по два пока возят и как вы видите цена 128 по такой цене конечно же можно сдавать приблизительно под 128 это где-то будет 1890 вот так вот 1870 плюс надбавка это где-то будет около 19 50 19 70 где-то гол полтора голда надбавка идет торговцу вот и с таким макаром ребята просто эти паки сыра становится нерентабельны почему рассказываю вам во первых на то чтобы сварить вот эти грузы сыра нам нужна вот такая штучка у меня тут бардак как фермерский навес чтобы его сделать нам надо чтобы этот фейк фермерский навес сделать нам надо 5 камня 5 каменных блоков 5 древесины и 5 сыромятой кожи он делается на пугале любом сейчас посмотрим блин я точно не помню но сейчас мы быстренько найдем вроде в животноводчестве нет земледелие да он все таки делается в животноводстве правильно я сказал вот он фермерский навес и на него надо вот 5 упаковок древесины 5 камней и 5 слитков железа и 6 ниток вот это вот по себе стоимости где-то порядка в 3 голды на сегодняшние цены науки сегодня у нас 22 12 2014 год вот порядка 3 голды плюс чтобы скрафтить 48 очков работы берем калькулятор приблизительный курс очков работы это опять серебра к одному очку работы то есть мы умножаем 5 серебра умножаем на 48 и это получается еще 24 голды то есть только навесик стоит у нас округлим до 5 голды то есть только навесик у нас стоит 5 голды потом дальше чтобы собрать получается вернее после того как мы сделали навесик мы его устанавливаем на пугало и нам надо его загрузить в течение 10 минут если мы этого не делаем он пропадает то есть вы не спешите даже если вы все-таки решитесь устанавливать такие навесики и пробовать с этими грузами в себе морочить голову чего я вам категорически не рекомендую ну может быть я ошибаюсь может кому-то там где-то с какой-то области как-то будет выгодно возить но блин я считаю что это совсем не выгодно то есть даже если вы поставите такой навесик чтобы получить груз сыра надо нам получается 30 молока и 10 лимонов вот чтобы собрать чтобы собирать молоко сейчас очень невыгодно коровок получается просто коров на пугалах держать потому что они дохнут они очень быстро дохнут буквально один сбор на следующий сбор они уже там половина вот если вот такой вот я пробовал большое донаторская пугала то с такого большого донаторского пугала получается на второй сбор блин я не помню точно количество ну половина точно их вымирают этих коров особенно если это неподходящим климате то тогда процентов где-то 65-70 коров выдыхает вот и больше вы с них не получите ничего стоило вот эти стоило давайте сейчас здесь найдем по моему где то есть стоило так сейчас две секи стоило с коровами видео я видел сыры 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 ну видите очень много народу выращивает эти сыры вот так вот коров вообще невыгодно выращивать они быстро мрут а он стоило с коровами видите народ запасает это все дело запасает по низкой цене жалко возить по высокой не успеваешь отвести вот видите уже получается полторы сутки простоя у этих паков то есть как бы и сделали их собрали и полторы сутки уже никто никуда их не может отвести потому что ну цена моментально буквально за полчаса перемирия она становится 80 процентов но куда сдавать по которого цена рентабельность его где-то как минимум при сдаче 16 голды плюс-минус вот этих полторы голды которые нам должны давать надбавки ну за 17 с половиной за 18 это еще плюс-минус как не шло более или менее рентабельно его сдавать вот вот такие вот стоило они при сборе требуют смотрите получается если стоило поломалась это три очка работы для того чтобы его отремонтировать три или пять я уже точно не помню честно не буду врать потому что мне немножко подрастроился с этим всем переездом с этими пугалами и совсем сидел бы себе в ну и марином хороший климат вот был континентально универсальные никак там не универсальная а блин континентально умеренный вот точно и получается там процентов 60 65 всяких растений можно было выращивать в саванне же сухой климат и здесь только одну хрень можно выращивать вот получается если клетка сломалась у нас каждые 6 часов можно собирать этих коров если клетка сломалась ее надо починить две упаковки древесины это минус 2 упаковки древесины считайте минус допустим там 35 очков работы потом кормежка комбикормом это минус комбикорма три штуки потому что в той ли три коровы как вы видите вот и при крафте стоило тоже три коровы ну короче баблища и очков работы уходит на эти грузы сыра просто блин несчисленное количество одно стоило дает нам 40 45 ну до 40 сам больше 47 собирал с одного стоило и при этом при всем при этом при всем сдавать эти паки которые дорогущие под 80 процентов но это вообще это вообще галимать я какая-то вот хотя бы сделали я не знаю разработчики что паки не могли бы цена не могла бы опускаться ниже ста процентов но вот еще если там сто процентов то еще куда не шло более или менее нормально можно сдавать получается там где-то цена будет 15 с надбавкой полторы полторы голды это 16 с половиной это от минусовав эти все очки работы от минусовав это все это получается что блин потери просто глобальные то есть ты получается настолько а растут эти сыры порядка где-то трое суток не прятка таки трое суток они растут вот эти сыры вот смотрите вот уже овник прибежал антоха пять часов здесь осталось это трое суток назад чуваки зарядила эти сыры и получается с этого всего я плюнул на это все и засадил все сосна между прока искряжки причем на всех пугал пугалах и смотрите ребята какая была нами разработанная схема и она даже не сработала то есть мы максимум что успевали сделать одну ходку пока перемирия в саванне мы возили в радужные пески здесь тоже у меня много пугал мы сюда забивали это все дело и потом ждали перемирия винистре вернее перемирия в саванне мы навозили в радужные пески потом по свободе уже когда перемирия заканчивалась мы потихоньку помирки возили в древний лес а в древнем лесу ждали уже на пугале тоже здесь у меня несколько пугал 3 до 3 пугала ждали пока наступит перемирие винистре и вот это короче геморроя просто просто пипец кто-то сейчас скажет что выгоднее это все дело возить вот в махадеби а потом с махадеби допустим иметь пугала в махадеби да потом с махадеби на шхуне возить но это еще считайте это надо шхуну крафтить это еще больше сейчас со шхуной вообще проблемы она сейчас бешеных денег стоит шхуна это кто успел в 1.0 скрафтить тогда по дешняку когда и звезды были дельфийские нормально дешево стоили когда с ними не было за пары вот когда это все было более или менее как-то крафтибельно скажем так можно было это все скрафтить то сейчас это просто миссия импосибл короче фуфло эти паки грузы сыра первый минус это очень много очень много на них уходит времени очень много хлопот и забот по сбору молока по сбору молока по сбору лимонов вот короче потом по крафту этих навесов но короче геморроя целая куча даже те же самые и выхлоп конечном результате если чистыми считать ну где-то шесть пять с половиной голды не больше причем если взять те же самые паки с оливками до которые вот мы возили в прошлом видео вам показывал видео 2000 голды в день получается которые мы крафтили винистре там буквально надо специи и 12 оливок все вот тебе и пак и в платошке он сдается за 950 себестоимость этого пока с учетом с учетом с учетом с учетом сертификата торговца вот сертификат торговца стоит 50 серебра и себестоимость пока это 12 оливок плюс специи 50 штук ну давайте посмотрим сколько сейчас стоит 12 оливок оливки о по рыночной цене то есть это даже это даже не себестоимость сейчас оливки по 1096 по 11 серебра считаем да нам надо 12 оливок умножаем это все дело на на 11 на 11 правильно 1096 на 11 равно 1 голда плюс сертификат плюс 050 серебра 1818 смотрим сколько измельченные эти специи молотые специи они по 1 серебра их надо 50 еще 16 давайте уже будем все точно считать но это учитывайте что это рыночная цена это завышена это люди хотят продать они немножко цену завышают чтобы отбить очки работы и плюс еще навариться по голде то есть если вы сами будете это все делать это намного выгоднее намного дешевле получается ну вот получается 18 грубо говоря 18 здесь 161 ой 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 50 умножить на 0.1 и 6 равно 80 серебра получается получается 1.8 плюс 0.8 равно 260 и от этого дела мы это дело все разделим на соточку 1 процент это 2.5 серебра это умножим процентов на 20 и вот от той суммы еще минус 50 серебра короче себестоимость пака две голды получается оливок то есть полная себестоимость 20 процентов я отминусовал для того чтобы приблизительно узнать себестоимость ингредиентов если бы мы их сами делали да то есть вот себестоимость такого пока оливок и апельсинов которые у нас людей не очень сильно и возят возят конечно но не так вот видите апельсины вообще сто тридцать процентов а оливки сто двадцать три процента то есть возят но но слабенько возят их и получается они по 950 в платошке дорога занимает всего лишь полчаса оливки вообще не в напряг собрать раз в 12 часов там или сколько раз в 10 часов что-то такое вот и получается вот у меня я запас этих оливок вон фиговую тучу уже мы столько паков перевозили у меня он еще целая куча этих оливок плюс специи тоже не трудно клумбы насадил там и все какие хочешь выбирай вон этих клумб тоже в травничестве целое количество чтобы не париться чтобы по штучке не тыкать ну клумбами тоже немножко рентабельность пока падает потому что если высаживать по одной штучке допустим то это все дело намного дешевле еще будет стоить потому что выхлоп будет намного круче помпором помпом блин лаванду я садил розмарин ну тут не хватает на твинке у меня хватает вроде я лаванду садил вот с лаванды там неплохо получается если ее перемолоть короче оливки получаются семь с половиной голды чистого выхлопа это получается намного больше намного интересней и меньше запарно и по очкам работы и вообще ну короче этих грузы я очень сильно в них разочарован а представьте если вас гопнут где-нибудь вот и дед вы решитесь поехать в это все дело вот у вас нету пугал получается вот так как у меня здесь здесь и вы чисто по мирке возите когда мирка а если не в мирку поедете ну попытаетесь рискнуть там да и все это это вообще просадка сразу там капитальная трактор тракторе 7 паков 7 умножаем ну грубо говоря на 20 голды это получается 140 голды минус 2 минус трактор 10 голды это 150 уже потому что после обновления 1.7 вообще как бы уже наши наш транспорт чинится вон за песок какой-то за горсть горного песка и для трактора это 10 надо этих этого горного песка 1 горного песка стоит у нас получается одну голду то есть 10 голды минус 150 и плюс моральный ущерб тоже немало что значит ну короче ребята с грузами сыра все понятно это не рентабельно и очень запарное дело так что я не знаю те люди которые возят грузы эти сыра и вина избивают там цену до 80 процентов я считаю это бредом честно бредом это извините отвлекли меня на минутку блин сбили смысле ну короче не рентабельно поэтому решили мы засадить это все дело соснами и отбивать наш переезд на который мы потратили где-то порядка трех тысяч голды да чтобы переехать с нуемара в саванну и чтобы вот так вот здесь захватить землю было потрачено где-то около трех тысяч голды ну в принципе не это немного это немного мы сейчас быстренько оливками за пару дней это все дело отобьем но опять же опять же это все деньги это все потраченное время как вы видели видео не выходило на канале ну там по skyforge я выпустил два видео за один день такие беглый обзор классов вот по skyforge и и и и за штурмовика первые квесты прошел и дальше просто у меня уже больше не было времени потому что занимались вот этим переездом тестированием этих грузов сыра черт бы их побрал эти грузы сыра зачем мы вот это вот рыпались куда-то там было нормально в нуемаре сидели бы себе и не парились как говорится но в общей сложности здесь будут теперь расти сосны на всех пугалах будут расти сосны и мы это дело все попробуем прокатить скряшку у меня есть твинк вот видео бомба у видео бомбы надо как раз ему будет дерево обработку докачивать у другого твинка дерево обработка дерево обработка в торговле как вы видите у меня уже 95 тысяч дерево обработка 90 тысяч не могу я ее апнуть вот или она уже апнута я не помню вроде я ее апнул да седьмой уровень да седьмой уровень буду докачивать до 110 тысяч после обновления уже это можно все сделать еще меньше очков работы будет требовать это все дело и это хотя бы меня радует то есть как бы хотя бы соснами упаковками древесины и с кряшкой будем пробовать тоже отбиваться и зарабатывать но это не самая печальная ребята вообще как бы что не делается все делается к лучшему и когда мы вот перемещались с места на место встретили одного человека у которого покупали по дешевке мы купили у человека вот эти все пугала здесь 11 мест 11 пугал больших и получается купили мы всего это дело за 2000 голды то есть если мы у Реджика тогда купили 3 пугала в древнем лесу ну древний лес немножко получше по климату тут умеренный климат потому пугала подороже но не 3 пугала за 2000 голды как бы 11 пугал за 2000 голды да приблизительно по 200 голды пугала да мы тогда что-то психанули и переплатили немножко но не важно они все равно нам очень полезны были потому что мы в мирку возили на них паки с оливок вот и получается этот человек нам открыл действительно золотое дно золотое дно пока что я ним делиться не буду этот человек с этим секретом ушел на новый сервер и там я думаю его с этим секретом ждет большой успех это никакой ни баг ни чит там ничего чисто игровая такая я не знаю может быть это упущение разработчиков или еще что то но просто напросто не буду я вам говорить я задержу интригу мы немножко на этом деле подфармимся вот себе стоимость как бы как сказать себе стоимость и рентабельность этого дела просто там себе стоимость 2 процента то есть чтобы вы понимали если допустим я на сбор сосны там потрачу сколько-то там 15 да на срубку очков работы и вот этих 15 очков работы и за эту сосну я там за одну срубленную ну даже голду наверное не получу где-то 50 серебра да и потрачу 15 очков работы то за то что со мной поделился вот тот человек который ушел на новый сервер там себестоимость что по очкам работы что по выхлопу ну просто там себестоимость данного заработка 1 процент то есть 99 процентов чистого выхлопа я обязательно с вами этим секретом поделюсь но чуть чуть попозже я так думаю где-то после нового года за это время мы немножечко успеем подфармиться вот сейчас дальше мы будем заниматься вот проконями скряшки переработкой древесины продаванием этого всего дела древесины и скряшки на рынок наук а в это время мы будем рыбать вот попытаемся создать свой союз рыбаков мирный союз рыбаков по крайней мере мне хочется верить в то что он будет мирный вот и поедем рыбачить все таки рыбалка как бы ни было это один из надежных таких и один из чистых выхлопов голды в игре тоже и мы вам покажем что можно замутить капешкой на рыбалке я думаю цифры вас удивят то есть если вы своей капешкой потом надумаете рыбачить то я точно не удивлюсь ну что ж ребята видео такое получилось долгенькое вот много лирики конечно много пустых слов я сюда влил ну должен я был с кем-то поделиться своим недовольством вот этого и порнографии что творится у меня за спиной не хочу я больше в ту сторону смотреть глаз мой милуется этими соснами рощами сосен которые здесь засажены здесь засажена где-то около сейчас я вам скажу сколько точно я покупал 500 сосен у меня осталось где-то 400 сосен засажено на этих всех пуглах вот и надеемся что хотя бы раз в недельку нам будет прокать там 2-3 искряжки которые мы удачно будем продавать науке желательно конечно 3 вот чтобы прокала боги аркейджа а ну-ка дайте 3 искряжки вот на этом все переходим к розыгрышу мышки переходим к розыгрышу мышки чё ребятки пришло время разыграть нашу мышечку x7 я уже потираю руки не терпится нажать на кнопочку сгенерировать и так 22 участника приняли участие в конкурсе по розыгрышу мышки на моем канале вот весь список этих людей поздравляю всех сразу вот с тем что хотя бы вы приняли это участие потому что кто не пробует тот никогда не выигрывает немножко я другой взял генератор случайных чисел более он интересный здесь я указал количество так сказать четверть финалистов будет у нас 6 потом у нас числа между 1 и 22 и мы нажимаем сгенерировать нам выдаст сейчас список определенных каких-то чисел вот как вы видите таки 13 4 15 10 8 16 мне выдало когда я нажал и тогда мы возьмем уже получается с этих чисел выберем этих людей и количество уменьшим ну короче все сейчас увидите будет намного интереснее будет намного интереснее чем было прошлый раз и будет более рандомно ну что ж поехали списочек я спрятал нажимаем сгенерировать и так мы получили 1 7 10 12 9 18 такие числа смотрим 1 control c сейчас быстренько я это все попытаюсь сделать дальше 7 под седьмым номером у нас титан титанович control c control v потом десяточка Влад Фадина control c control v 12 . Артём Горобец control c control v 9 . Николай Гармаш чик control c control v 18 . у нас Слава Стародубов ой сори ника ника у ника швили control c control v единственная вроде девочка если я не ошибаюсь которая приняла на участие а нет было еще Ирочка Ирина Лебедева еще была так тень тьмы как вы видите уже под номером 1 здесь мы ставим циферку 2 здесь мы ставим циферку 3 здесь мы ставим циферку 4 здесь мы ставим циферку 5 и здесь мы ставим циферку 6 теперь здесь количество 6 мы уменьшаем до 3 и здесь мы уменьшаем до 6 сейчас нам выдаст 3 полуфиналиста между которыми будет разыгран уже финал так бы сказать нажимаем и это люди под номерами 4 1 6 опять тень тьмы везет ему смотрите какой лаки просто второй раз он попадает уже в список или еще и под номером 1 опять же потом четверочка у нас Артем Горобец нет неправильно неправильно я делаю первая цифра у нас четверочка вот так будет правильно я думаю что так будет намного правильнее неправильно единичка дальше у нас идет control c control v и шестерочка ника ну ника победительница и так опять мы делаем единичку двоечку и троечку и здесь теперь ставим количество 1 и диапазон чисел между 1 и 3 ну что готовы узнать победителя конкурса на мышку x7 макросовая мышка бомбовая куча кнопок опачки единичка и получается у нас Артем Горобец победитель этого конкурса поздравляю поздравляю тебя Артем вот мой скайп викторител Украина Киев выйди со мной пожалуйста на связь и обязательно мы с тобой обсудим способы доставки твоей мышки тебе в твой город спасибо ребята что остаетесь верными моему каналу и мне я очень рад что все вы смотрите мой канал и что действительно делаете отзывы делаете мне поправки какие-то делаете лайки и дизлайки потому что как лайки показывают количество людей которым нравится и дизлайки показывают то что мне все еще есть над чем работать куда расти усовершенствоваться вот ну в принципе есть и люди которые просто любят ставить дизлайки так называемые тролляторы троллики наши ютубовские вот стараюсь в принципе делать только полезные видео по заработку в архейдж и это видео тоже было я думаю для вас полезным потому что как бы я протестировал столь как бы гейморные паки которые действительно показали что этот геморрой того не стоит здесь намного намного в игре интересней паки дешевле по уэрам и менее затратные по времени ну что ж дорогие друзья всем спасибо за внимание оставляйте свои комментарии обязательно под этим видео это видео без подкастов потому что оно и так сильно длинно если бы я еще вставлял подкасты впереди с началом и в конце с выводами вот то было бы еще длиннее вот такое получилось видео всем спасибо лайки комментарии до скорой встречи пока пока до скорой встречи